Дима, что значит открытая студия? Это что значит? Люди могут прям зайти внутрь или как? Или что это будет? Ну, зайти внутрь, конечно, будет нельзя, но своими глазами они могут увидеть всю специфику работы на радио. Хотя, я думаю, все-таки кому-то попасть туда удастся. Почему? Ну, приходите в форум и все увидите. То есть, будешь приглашать гаража, можно будет зайти внутрь? Да, не исключено. Ведущие проведут за стеклом 10 часов. Нагрузка ложится двойная, а работа радио-диджея в прямом эфире и без того непростая. Ален, сколько уже лет на радио Сибирь? Четыре года. Четыре года? Да, с семнадцатого. Как твой первый эфир прошел? Слушай, ну, было очень страшно. Я записывала заранее свой спич. И в эфире это звучит как импровизация. Но говорят, что самая хорошая импровизация – это подготовленная. Поэтому приходилось писать текст заранее и очень волновалась. И мне кажется, что некоторые слышали, что я читаю. Миша, ты сколько уже на радио? Два года. Два года. Есть какие-то у тебя, какая-то история с твоего первого эфира? Была моя первая игра эфирная в вечернее время. И долго никто не звонил в эфир. И мы как раз разговаривали с Майей Александровой, с нашим новостником. И я очень бурно матерился и не мог понять, почему же нам никто не звонит. И оказалось, что часть все-таки ушла вне эфира в рабочий микрофон. Но после этого нам позвонил человек, да, и он выиграл, собственно. Из открытой студии переносимся в традиционную, за стеклом, радио «Сибирь-Байкал». В работе ведущие Ольга Левина и Николай Паньков. Девять часов и девять минут. Сегодня мы с Колей Паньковым с семи утра живем по принципу «фигра тут, фигра там». И это все из-за нашей открытой студии, из-за нашего проекта «Радио за стеклом». Да, уже пару раз успели побывать в форуме. Скажу честно, пробок с утра никогда не видел таких в центре города. И как специально, когда торопишься, они появляются. Но что могу сказать, в форуме уже все красиво. Наша студия стоит чистая, брендинг есть. В инстаграме у нас можно посмотреть, как это выглядит. На сайте adibus.tv тоже можно посмотреть, потому что там снимали ребята, как все происходит. На радио «Сибири» я работаю 10 лет, но, конечно же, моя родильная карьера началась еще в студенчестве. С 998 года, с третьего курса университета, я начала подрабатывать на одной из радиостанций города. С первого же эфира был очень сильный компус, потому что в 5 часов утра я уже вышла в эфир. Я перепутала погоду и обозначение ветра. Я сказала, что ветер слабый 20-22 метра в секунду, это был летний денек. А, ну, погода жаркая, 7-12 градусов. Бывают такие случаи, когда ты забываешь выключить свой микрофон. И вот этот рефлекс, он должен быть изначально. Когда я учу ведущих, я сразу говорю, ребята, вот так рука должна двигаться сразу. Итак, открытая студия, конкурсы, все это уже завтра в торговом центре «Форум» с 10 утра и до 8 вечера. Ну и, конечно, прямая трансляция. Это все вы можете посмотреть на телеканале «Аригус». Да, к тому же будет концерт группы «Сезон дождей» с «Макбэнд». Ребята придут спеть, поздравить нас, но и вы тоже приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова